Я использую для себя вот это дерево, южноамериканское дерево. Привет, друзья! И я продолжаю цикл видео, в котором я рассказываю об упражнениях для профилактики заболеваний дыхательных путей, дыхательной системы. Профилактики и также упражнения для восстановления после уже заболеваний. Несмотря на то, что я уже занимаюсь много лет дыхательными практиками, сам я тоже подвержен заболеваниям. Недавно подхватил вирус. Вот у меня заболело горло, перешло это в грудь, в нос. Вот это все активно стало развиваться. Температуры, правда, у меня не было, но ощущение вот ломоты, ощущение того, что нет энергии. Ну, как обычно, когда человек заболевает, он плохо себя чувствует. Тут то же самое со мной было. Вот. И сегодня я расскажу, что я делал во время самого заболевания. Какими методами я пользовался для того, чтобы улегчить себе дыхание, да, улучшить дыхание через нос, потому что нос был забит, да, горло. И также улучшить состояние бронха. Вот. А что я делал? Значит, существует несколько традиционных, старых способов, как мы можем себя излечивать. И сегодня я расскажу о работе с дымом. В древних традициях дым использовали для лечения. Для лечения кожных заболеваний, для очищения дыхательных путей и для очищения пространства. То есть, что такое очищение, да, это удаление каких-то тонких субстанций, можно так сказать, да, в виде вирусов, в виде вирусов, или в древних традициях их называли духами, да, какими-то вредными духами. Вот. Дым обладает такой способностью, как быть в двух, можно сказать, реальностях, да, в физическом мире и в тонком мире. То есть, когда он, он как посредник такой. Вот. Соответственно, он активно влияет на более тонкие, на тонкое измерение. Вот. И если дым этот благостен, да, а есть определенные растения, да, которые помогают человеку, помогают очищаться, да, помогают устранять вот эти лишние, ненужные какие-то, да, вредные элементы, да, вот в виде вирусов, очень тонкие, да, в виде вирусов или каких-то духов, то дым помогает от этого избавляться. Вот. Но самое первое, что я могу предложить, это, конечно, благовония. Вот. Все мы знаем, что такое благовония. Вот. И сейчас они доступны, на самом деле. В Индии это в традиции. В Индии вообще в азиатских странах это везде традиции, везде эти благовония жгутся. Вот. Ну и сейчас у нас это доступно, поэтому мы можем также использовать. Вот. То есть благовония очень хорошо очищают пространство. Можете у себя дома ставить благовония, вот кто-то не делает. Вот. Вкусы разные бывают, да, кому-то какие-то не нравятся, но я скажу, есть такой универсальный такой запах, да, это, допустим, запах угля, да, запах дров. Он всем нравится, он такой универсальный, без каких-то ароматов, примесей. Тем не менее он прекрасно работает. Вот, по-моему, это тибетские благовония, да, вот, наиболее распространенных в Тибете, насколько я знаю. Вот. Вот мы используем благовония. Еще хочу рассказать о другом средстве. Вот. В нашей традиции, насколько я знаю, в русской, да, всегда использовали полынь. Да, полынь, еще ладан. Да, они также действуют таким же образом. Лично я использую для себя вот это дерево, южноамериканское дерево, там, Бразилия, Перу. Вот. Называется Пала Санта. Она сейчас популярна во всем мире, вот, известна, есть в онлайн-магазинах. Вот. И я его также использую для очищения. Вот, во время как раз заболеваний я его активно использовал. Вот, это дерево, оно дымит. И обладает таким терким, концентрированным запахом. Каким образом происходит очищение? То есть мы воздействуем дымом на свое тело и дымом очищаем все, скажем, все пространство вокруг тела. Вот. Также, когда вот именно у нас заболевание дыхательных путей, мы воздействуем непосредственно и теплом, и дымом, вот, в том месте, где у нас происходит воспаление, да, какие-то застойные явления. То есть это вот от носа, да, от пазухов. Вот здесь точки, когда вот нос забит, да, пазухи здесь воспалены. То есть мы также воздействуем и теплом, и дымом, вот на эти точки, затем горло и грудь, да, то есть мы вот так вот воздействуем. И при этом можем даже вдыхать этот дым. Стараться, чтобы, да, вот он попал, почистил, проник в дыхательную систему. Немножко, конечно, вот без такого энтузиазма. И таким образом мы помогаем телу очищаться и обеззараживать себя. Да, этот дым, этого дерева, он воздействует также, как я уже говорил, да, на тонкий план. И, соответственно, очищает не только от бактерий, да, но и он успокаивает, на самом деле. Вот сделав, окурив себя вот таким дымом, можно заметить, что приходит успокоение, какое-то облегчение эмоциональное, ментальное, да. То есть этот дым помогает очищаться также от негативных мыслей и эмоций. То есть можно использовать постоянно, в день, несколько раз в день, то есть когда захочется. Вот, и вы обязательно почувствуете эффективность этого дерева и вообще эффективность вот этого, этой процедуры, скажем так, да, по использованию дыма. Вот так что пользуйтесь на здоровье. Пало Санто можно купить в интернет-магазинах. Возможно, я посмотрю и выложу ссылку также, где есть это дерево, где можно купить. Также вы можете использовать и другие народные средства, такие как полынь, еще есть сейч, так называемое такое растение, но его тоже используют в Азии. Вот. В общем, дым очень хорошо помогает. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на YouTube-канал, на новости ВКонтакте. Участвуйте в онлайн-практикуме, который я провожу в группе ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok